Девчонки, всем привет! Не выдержала душа поэта, решила снять видео. Начиталась ваших писем, что все вы меня потеряли. И вот, думаю, ладно, делала сегодня салат. Сейчас процесс уже, конечно, не снять, потому что сначала сделала, потом уже подумала, что все-таки надо снять видео, как раз о себе дать знать, что со мной все хорошо, отчего и вам желаю. Скоро я выйду уже на арену полностью, так сказать, на сцену. Вы меня увидите. Сейчас опять без моего присутствия будет видео. Я хочу вам рассказать, а показать уже не смогу, рассказать рецепт салатика, который... Я не думала, что он будет праздничным, но если кто-то вдруг захочет поэкспериментировать. Я вот каждый год на Новый год делаю какой-то новый салат. По одному добавляю. Ну, может быть, вам тоже покажется интересным, и вы сделаете его. Но вообще этот салат такой повседневный. Вот я сегодня делаю его к обеду. Значит, что вам понадобится? Если... То есть этот салат, конечно, не всем подойдет, потому что многие не любят ингредиенты какие-то. В общем, нужно будет вам купить кусочки ананаса в сиропе. Мне нравится вот эта вот фирма очень. Такие не особо сладкие они, не жесткие. В общем, самое то. Вот эти вот ананасы. Скатерть. Самообранка называется. Колбасный сыр. Если колбасный не любите, можете обычный. Но вообще вот должен быть такой вот подкопченый привкус быть. Немножко копченый должен быть салатик. Вообще можете поэкспериментировать. Можете даже там копченую курочку немножко добавить. И обычный сыр. Это будет даже полезнее. В общем, с ним можно экспериментировать. Также понадобится майонез. Я предпочитаю оливковый от салопода. Насмотрелась по телевизору, что он самый безопасный, самый такой хороший считается. Понадобится вам чеснок. Вот если вот на такую банку, да, здесь 520, нет, 565 граммов, на такую банку сыра нужно будет граммов 400, 350-400. Это 2 чесночные, но если большой, то у меня вот свой чеснок домашний, да, можно одну. Но я сделала 2, одну большую, другую маленькую. Так, сыр я уже сказала. И еще я решила вот добавить свежий огурец. У кого нет свежих огурцов, можете на меня добавлять. Ну и, естественно, зелень, укроп, петрушка. Это святое дело, так сказать. Вот так вот выглядит салат. Не хочет у меня фокусировать. Ага, ага. В готовом виде, я как бы вам тут просто сервировала, чтобы красиво было, да. Так, хочу вам показать гламурную чашку. Тут у меня такие вот девочки. Такие вот у меня красавицы. В общем, у меня такой наборчик есть. Из него очень приятно употреблять пищу. А, даже ложечка. Я сегодня вам специально хочу показать ложечку, которую я недавно приобрела с гербом моего города, Екатеринбурга. Что она у меня сегодня не уфокусирует? Не хочет. Не хочет. Вот герб моего города. Так, ну и вот хочу вам показать примерно, как все должно выглядеть. Берем сыр. Натираем его на терке. Сейчас я вам покажу вот это вот кусочки сыра. Примерно вот такие. Ну, в общем, на крупной терке. Натираем. Примерно вот такой он получается, да. Нарезаем огурчик тоже довольно-таки крупно. Вот так вот я нарезала. Можете на терке, кто не любит крупно. Я люблю крупно. И такие же здесь кусочки ананаса. Это уже в банке они нарезаны были. Я с ними ничего не делала. Просто их высыпала и все. Ну, чеснок, как обычно, да, чеснокодавка или просто мелко нарезать. Ну и зелень мелко порубить. И украсить уже по вашему усмотрению. Заправить майонезом. Солить этот салат не нужно, если вы используете копченый сыр. Если используете обычный, то я советую вам солить чуть-чуть совсем. Потому что майонез здесь и сам сыр соленый, чтобы не переборщить. В общем, пробуйте. Но я вот вообще не солила этот салат. Так, ну, в общем-то, это и все, что я вам хотела показать. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, скоро увидимся. Приятного аппетита. Всем пока.